Клан Рахмона Классовый рынок в Душанбе, Фаравон и торговый центр Садбарк перешли под контроль зятя Эмамали Рахмона, Заревбека Довлатова. Об этом сообщает портал Ахбор. Один из торговцев рынка на условиях анонимности сообщил сайту, что в конце 2018 года им объявили, что с 2019 года будут пересмотрены условия аренды и работы для всех держателей торговых точек. Новый собственник намерен снести часть рынка и построить современный торговый центр. Раньше рынок Фаравон, как акционерное общество, управлялся несколькими бизнесменами, при которых мы нормально работали. Сейчас, когда его приобрел зять президента Заревбек, мы, если честно, несколько озабочены тем, что дадут ли нам работать тут дальше и что будет с нашим бизнесом, пожаловался он. Бизнес семьи Заревбека Довлатова, управляемый его младшим братом Шерзодом Довлатовым, состоит из нескольких маршрутов общественного транспорта, доли на рынке строительства жилья в Душанбе, импорта автомобилей и энергетических напитков Red Bull в Таджикистан и т.д. Ранее решением Душанбинской мэрии рынок Мехаргон был передан под управление компанией Фарос, принадлежащей другому зятю президента Шамсулло Сахибову. Фарос сейчас достраивает крупный рынок строительных материалов, куда после окончания строительства планируют перевести торговцев с рынка строительных материалов Джалджам. Компания Фарос на сегодняшний день является бизнес-гигантом, который ведет коммерческую деятельность в самых разных сферах. Банковский бизнес, металлургия, полезные ископаемые, автошколы, лыжный курорт, таможенные терминалы, фармацевтика, предоставление медицинских услуг и прочее. Летом 2018 года решением правительства Таджикистана компании Фарос было предоставлено единоличное право выдачи медсправок, необходимых для поступления в среднюю школу. Работающий на стройке в Магнитогорске 23-летний узбекистанец Алан Абдулаев, проснувшись на утреннюю молитву рано утром 31 декабря, услышал взрыв, после чего поспешил на помощь людям. Еще до приезда спасателей МЧС молодому парню удалось спасти восьми жильцов, обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, пишет Life.ru. В свое время собрался молитву читать, и слышал взрыв, и поднялся там, где-то минут через 20-25 минут, пришли МЧСники, я как узнал одного там имя Женя, вот с Женя мы поднялись, где там пожар был, обнаружили бабушку, которую она живая, его тоже оттуда втаскивали, и как они пришли, я им показал, что где там находятся люди, которые они были под завалом. Рассказал журналистом молодой человек. По информации очевидцев, Абдулаев до сих пор каждый день приходит на место трагедии как волонтер и помогает спасателям. В разбор, когда первые люди обнаружили, там был пожар. Стоит заметить, что это уже далеко не первый случай в России, когда выходцы из Центральной Азии, рискуя, а порой и жертвуя своими жизнями, спасают местных жителей. Так, во время пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово, двое выходцев из Таджикистана, Фарзон и Хуршет, спасли около 50 человек. Все орут, все бегают. Мы быстрее, сколько сможем людей здесь в магазинах полностью освободить магазин. Также в 2015 году, во время пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани, два трудовых мигранта, спасая чужие жизни, остались под завалами и погибли. Пенитенциарное управление Таджикистана ужесточило правила получения свиданий с осужденными. Об этом, со слов нескольких родственников осужденных, сообщает радио «Зади». Жительница Душанбе, Гул Чехра, в силу того, что родные живут в отдаленном районе, регулярно посещала своего племянника в сезон номер один. Однако, две недели назад руководство колонии отклонило ее очередное прошение на свидание, сообщив, что разрешение на свидание получают лишь близкие родственники, родители, супруги, дети. «Раньше было проще. Проверяли паспорт, записывали мое имя, и я проходила на свидание. Сейчас уже второй раз пытаюсь увидеться с племянником, но говорят, что отныне тети и племянники не допускаются на свидание с осужденным родственником. Таковы новые правила», — рассказала женщина. По ее словам, вместе с ней разрешение на свидание не получил мужчина, пришедший навестить своего брата. «Со слов заместителя начальника Главного управления исполнения уголовного наказания Минюста Илхома Махмудова, правила остались неизменными. Требования закона не изменились в соответствии с правилами, а разрешение на свидание получают лишь близкие родственники осужденного, указанные в его личном деле», — отметил Махмудов в беседе с журналистами. Но, как сообщил корреспондент Духа Бархо на условиях анонимности бывший заключенный одной из колоний Таджикистана, раньше право на свидание имели не только братья, дяди, тети и племянники, но и даже близкие друзья, фамилии и данные которых нужно было просто указать в своем личном деле. Наблюдатели отмечают, что новые правила для получения свиданий приведут лишь к росту коррупции в пенитенциарной системе, которая, впрочем, и так считается одним из самых коррумпированных госорганов. Редактор субтитров А.Семкин